Братцы, земляки, переворожане, мы истребне за вас болеем. Вот Ласточкин сказал, что вам не хватает интеллектуального юмора. Сказал, человек, у которого нет команд. Но тем не менее, ребят, что вы делаете для того, чтобы появился интеллект? Значит, мы пересмотрели все передачи «Что, где, когда». Вот, и думаем, это нам поможет. Ласточкин был прав, по-моему. Так, я шучу, конечно же, ребят, шучу. Мы за вас, правда, болеем, переживаем. А кого будете благодарить? Трудовой коллектив и профсоюз ПАО «СевГОК». А также хорошего друга из Петровска, Дмитрия Малушка. И еще мы благодарим лучший интернет-провайдер Украины «Фрегат». «Фрегат» — это больше, чем интернет. Хорошего вам плавания на «Фрегате». Удачи, ребят. Порвите, поехали. Танцуем. Добрый вечер, Петровск. Ого, Димон. Их именно эта часть названия и не устраивает. Тогда привет в небо! Привет! Сам ты бородатая женщина, понял? Мужики, вот тема нашего сегодняшнего выступления, вот прям про меня. Отечность век. Рома, век античности. О, Бог вам в помощь. Слушай, Бо, Г. Ты можешь нас благословить на победу? Благословляю. Ну, вот, в принципе, и вся помощь, которую мы получаем от нашего тренера. Спасибо. Спасибо, Лёв. Садись, посмотри, посмейся. Мужики, в этот раз я подготовился. Девчонки, камон! Ну, музы, дуйте к музыкам. Игорь, ты вообще без команды, расслабься. Сергей Антонович, ну, весовая категория, вы понимаете. Лёша, я прошу прощения, а Лена? А, для Лены у меня вообще сюрприз. Андрюша! Андрюша, Андрюша, спокойно, не перекорми. А, Леночка, Андрюша, это пробник. Если вам понравилось, мы вам организуем целого. Андрюша, девочки, на базу! Слушай, а я не понял, а что это девочки за Андрюшей убежали? Ты знаешь, почем сейчас масло? Не, подожди, а мы? Вы на таких девочек ещё не нашутили. Так что давайте, начинайте! У античности главное — это мужик. Подвиги ведь совершать он привык. Ну, пиво там выпить холодное. Добро пожаловать в мужскую античность! Ну, что ж, начнём наше путешествие по античности. Ведь в античности зародилась комедия. А значит, и зародился первый стендап. Итак, встречайте, Аристофан! Привет, 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 привет! Я Аристофан, отец комедии. Ну, а остальные мои отцовства пока ещё не доказаны. Знаете, пока я сюда ехал, о чём подумал? Если выбирать между конём и кентавром, лучше выбрать кентавра. И довезёт, и поговорить можно. Ой, кстати, об уродах. Был у меня, значит, друг Циклоп. Так я с его женой переспал. Теперь мне стыдно смотреть ему в глаз. Ой, а вы вообще видели штаны? Посмотрите, это очень смешно! Это Аристофан, специально для Кали Зей Клаб. Пока! Друзья, именно в Греции придумали такие мужские виды спорта, как кёрлинг, боулинг, дартс. Но даже для этого нужно было ходить в тренажёрный зал и заниматься. Помогите кто-нибудь! Бегу, бегу! Что случилось? Помоги мне штангу поднять! Я не могу штангу поднять. Ты чё, дрищ? Чё это я сразу дрищ? Ну потому что ты штангу не можешь поднять! Так вы тогда тоже дрищ! Так а ну иди сюда, я на тебя посмотрю. Агапит, возлюбленный моей дочери? Синьор Помидор? Какой синьор Помидор и отец твоей Анастасии? Еврипид, Моисеевич, вы? Не узнал, не узнал. Ладно, помогу я вам. Только теперь вы, дрищ, а меня называйте Геракл. Слышь, ты там не перегибай! Ты, Агапит? Да, я. Держи. Теперь я, Агапит. Я новый парень твоей девушки. Тогда знакомься, твой тесть. Помоги! Слушай, а сколько ты на грудь берешь? 80. В камнях или в цифрах? Я вообще-то гуманитарий. В цифрах. Слушай, а 160 цифр возьмешь ради своей Анастасии? Ради малой? Ну да. Конечно. Давай. Слушай, сюда, гуманитарий. Еще раз тебя увижу возле моей дочки. Я тебе трицепс на бицепс натяну, понял? Так, сюда подошел. Смотри на тебя, нормальный ты мужик. Ну, а мышцы можно и накачать. Ладно, давай, бери гантелю, будем твою личную жизнь устраивать. Геракл. Дрись. Не, ну ты не перегибай, понял? Мужской античный театр, сокращенно мат. Мужской античный театр представляет на постановка «Цезарь и Клеопатра». Я не буду играть эту роль. Ё-моё, протрезвел. Вина, царице. А вы умеете уговорить. Ладно, давай по тексту. О, греки дают. Придумали экономику на свою голову. Цезик. А? Я там это, твою войско поцарапала. Чего? Я твое войско поцарапала. Сильно? Две-три тысячи человек. Зачем ты вообще его брала? Ну, мне скучно. Мы никуда не ездим. Да я тебе полмира завоевал. Езжай куда хочешь. Я не хочу полмира. Я хочу... В трусковец. Ладно, поехали. Где бы он ни был. Мне ничего одеть. Да я только вчера тебе подарил шубу из верблюжьей шерсти. Она мне не идёт. Я в ней какая-то... Горбатая. А ты мне вообще каждый год одни носки даришь. Ничего, что у нас из обуви только сандалии? А ты не понимаешь. Ты не понимаешь, когда-нибудь это будет очень модно. Никогда, слышишь? Никогда вот это. Не будет модно. А что ты орёшь на меня? Я вообще кормилица всего Египта. Ой-ой-ой. Кормилец Египта. Это чуть пьяненький, сгоревший, пузатый мужичок в шортах. И вот таких вот сандалиях. Слушай, я вообще-то царица. Какая ты царица, Лёша? Ты взрослый, лысый мужик в платье и в парике. Слушай, у тебя там сценарии Клеопатра, Цезаря случайно не душат? Нет. Импровизирует Лёха. Друзья, наше время можно легко сравнить с античностью. Вот, допустим, недавно бог из Днепропетровска уволился по собственному желанию. По собственному желанию бога из Киева. Но он нашёл себя в шоу-бизнесе. Слышь, ты чё такая дерзкая? Ай! 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 Алексей Потапенко, бог шоу-бизнеса. И генерала РК, рабы Лиги Смека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова